ДИНЬ ДОБРЫЙ, НА СВЯЗИ АМКОБАТСКИЙ! Сегодня мы продолжим с вами рассматривать механику интересной, прекрасной, ну и конечно же, замечательной игры. Игры довольно неплохой и интересной под названием Европа Универсалис 4. И это у нас уже с вами 20-я часть, и сегодня мы с вами будем говорить об агрессивном расширении и коалициях, как и мнение. Но начнем с агрессивного расширения, поскольку именно агрессивное расширение вызывает и коалиции предшествуют, и само по себе, да? Агрессивное расширение представляет как бы уровень вашего не очень порядочного, довольно жесткого расширения, как бы это логично звучало, агрессивного. То есть, постоянно, когда вы захватываете землю, особенно рядом с какими-то странами находящимися, то у вас оно растет непосредственно, и чем оно выше, тем это, как вы понимаете, гораздо хуже для вас. Потому что страны могут объединиться в коалицию против вас, так что надо быть вам поосторожнее. Что влияет у нас на коалицию, на рост агрессивного расширения, точнее? Получить рост агрессивного расширения вы можете тремя простыми способами. Первый это минус 0.75, но имеется ввиду, что агрессивность возрастает, да? 0.75 за очко развития провинции при захвате. Предположим, вы захватили провинцию с развитием в 10, вы получите 7.5 очков агрессивного расширения. Дальше, второй способ это минус 0.5, ну, при росте имеется ввиду, да? 0.5 очков агрессивного расширения за очко развития провинции при вассализации этой земли. Предположим, вы вассализировали страну с одной провинцией развитием в 10, вы получите 5 очков агрессивного расширения. Но надо выгоднее засоюзить. С союзными такими вариантами это позволит вам избежать коалиции, особенно когда она вот-вот нам намечается, а вассала вы потом сможете присоединить спокойненько, да? Третий способ это вы получаете минус 10, сразу аж 10 единиц агрессивного расширения за войну с последствиями для стабильности. Ну, к примеру, два случая я вам приведу. Первый, это если вы воюете без КБ, вы можете объявить войну без КБ, это самый тупой способ воевать. Ну, грубо говоря, мы вас просто идем мочить. А зачем? Просто идем мочить, но просто мочить под палки. Ну, ладно, ладно, убители, да? Воюем. Тогда у вас стабильность на 2 единицы упадет за сам этот факт, соответственно, минус уже 2 единиц агрессивного расширения вы только за это получите. И другой вариант, это если вы поступаете, ну, совсем как бесчестная, я даже не тварь, а бесчестная сволочь, вы нарушаете перемирие. В таком случае, аж вы 50 единиц агрессивного расширения получите, а самого этого уже достаточно для формирования коалиции, да? На что влияет, при этом хочу обратить внимание, что все действия вассалов тоже дают эффект агрессивного расширения. Потому что некоторые особо хитрые товарищи могут смехнуть, ага, вот мы за Францию играем, кстати, за Францию просто не так, не то же не так уж, не просто так зашел, потому что Франция исторически, помните, коалиция против Наполеона. Ну и если за Францию тут Германию мочить, вот это, да, вот это, вот это, то вот это вы точно себе коалицию наживете. Как минимум ни одну, но я не помню, чтобы я играл за Францию, практически никогда не был такой, чтобы я не наживал коалицию. Вот, так вот, у вас есть всякие вассалы, там какая-нибудь Бургундия, к примеру, вы захотите кого-то пощемить тут немцев, да, или итальянцев, вы начали тяпать эти земельки, но отдаете не себе эти земельки, а отдаете, допустим, вашим вассалам. В таком случае, все равно будет добавляться агрессивная ответственность. То есть вы как ответственный сюзерен несете ответственность за все действия, агрессивные действия вассалов, да. Что дает само агрессивное расширение, какие дает оно эффекты? Ухудшает улучшение дипломатических отношений пропорционально, да. За это очко, да, плюс два, ну, минус два отношения вы получаете агрессивного расширения. Дальше, это позволит изменить тип вашего отношения на возмущенная к вам страны, это красная молния, помните, да. Если вы набили очень сильно, допустим, 50 очков, да, минус 50, агрессивное расширение с какой-то страной, то высока вероятность, что у нее сменится тип отношения к вам с какого-то другого вида на возмущенное. В таком случае это будет уже первым звоночком, что будет коалиция, да. Что у нас тут важно, да. Коалиция формируется сама по себе как явление. Коалиция, что такое коалиция? Коалиция это объединение нескольких стран против какой-то одной страны, чтобы нанести по некому смертоносному удару. Ну, как правило, коалиция создается, когда какая-то страна начинает вести себя очень агрессивно, отжирается и создается коалиция, чтобы остановить ее, так сказать, аппетиты непонятные, да, это такая вот защита. Это вот какая и в реальность, так и в игре. Вот вам приду простой пример. Виктория 2. Думаю, многим знакомы хотя бы по нашему каналу, да. Вот Виктория, если вы бесчестье, там есть такой параметр, да. Если оно высокое, то все страны получают против вас КБ бесчестная тварь, бесчестный негодяй, да. Вот здесь же это аналог коалиции, что коалиция у вас формируется, когда она станет сильной, она объявляет твою войну, от которой, в которую тормой не всегда способна выйти победителем. Так вот, коалиция формируется при минус 50 агрессивном расширении. С каждой стороны он сказал, он описал действия, при которых это как бы значение минусовое, оно так присутствует. Плюс нет, значение, то есть нулевое. Если вам уж удобнее считать, считайте просто 50 плюс, ноль, потому что тут только одно значение. Но имейте то, что я себе пример для минусов привожу. Чтобы сформировалась коалиция, надо иметь не просто одно, не две, даже не три страны. Вы не поверите, четыре страны с агрессивным расширением минус 50 против вас. Как правило, это если вы в каком-то регионе воюете, а не близко странам, находятся, особенно если это, например, Германия. Тут, видите, много маленьких стран, для которых дистанция очень близкая, и вы запросто можете получить коалицию. Ну и участники соответствующие. Так вот, четыре участника минус 50 агрессивного расширения о вас, и у вас должны быть как минимум нулевые отношения. Минус нуля, даже не нуля, а минус нуля, хотя бы минус один, да? Если хотя бы одна страна будет иметь о вас положительное отношение, хотя бы единичку, коалиция не сформируется, пока отношение не упадет. Поэтому, если вы видите, что какая-то страна, вот, вот, агрессивность, всё, агрессивное расширение прёт, в таком случае, улучшайте отношения, если есть такая возможность, вы можете просто спасти себя в этом плане, да? Дальше идём. Ну и, соответственно, коалиция... Одна растёт, одна этого не будет. А, ну вот это я вам и сказал, да? Так, идём дальше. Есть модификаторы, влияющие на агрессивное расширение. Ну, минусовые и плюсовые, в общем, давайте разберёмся в порядке, да? Минус 25% агрессивного расширения, то есть, на четвёртую меньше у вас его будет, если вы играете за Рюкю. Рюкю, это такая страна, за которую есть ачивка «Захотеть весь мир», находится на юго-западе Японии, да? Вот у него первая идея, не традиция, не обидность, первая идея даёт 25%, минус 25% агрессивного расширения. Дальше, второе, это... Кстати, из-за него хрен расширится, ну ладно. Второе, минус 20%, то есть, на одну пятую снижает агрессивное расширение влияния. Идея влияния 4, сейчас я вам его покажу. Идея влияния 4, вот так вот значок агрессивного расширения выглядит, кстати говоря. Влияние агрессивного расширения минус 20%, не путайте его, а то многие ошибочно путают сверх расширением, хотя выглядит очень похоже, к примеру, да? Дальше, идём дальше с вами, да? Дальше, минус 15, 4 целых идеи дают страны идеи, да? Пример простой Шотландии, четвёртая идея Шотландии даст минус 15 к агрессивному расширению. Дальше, минус 10% дают 4 традиции. Простой пример Пруссии, но её ещё нет, поэтому я вам не покажу. То есть, по умолчанию, 4 страны, минус 10 уже по самому факту старта, имеют этот эффект. Дальше, минус 10% агрессивного расширения имеют 16 национальных идей. В примере числа Россия. Если вы Россию сделаете, за Российскую играете, да? Идейную группу, то в таком случае при открытии первой идеи у вас будет минус 10. Агрессивного расширения. Дальше, влияют 4 политики, тоже эффект дают минус 10, если активно это включу. Покажу вам. Так, 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 так. Так, административно, 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 где административно? Административно-дворянская, это первое. Второе, влияние, инновация, новаторские. Третье, флот и дипломатия. Ага, вот она. И наступательно, экспансионистские. Вот, это и это. Вот, вот эти 4 политики, если они активные дикты, то в таком случае именно здесь будет. Дальше. Есть еще другие параметры. Плюс 33%, если брать земли, угроза войны вы получаете. То есть, если вы провинцию, я приведу пример простой. Если вы землю, провинцию захватили с развитием 10, вы получите стандартный эффект, да? Что мы там говорили, 7,5, да, допустим. А так вы еще будете 3,2, получая 33%, то есть, грубо говоря, вы получите в том случае, если вы захватываете, не захватываете землю, а отжимаете, то есть, кому-то угрожаете. У вас есть претензии на какую-то землю, и вы через влияние угрожаете войной, просите провинцию, страна соглашается, отдает вам провинцию. В том случае, вы еще плюс 33% агрессивного решения получите. То есть, войной надо даже проще, потому что оно будет переменено. Дальше, минус 0,1 у нас агрессивное решение, то есть, оно будет расти. То есть, будет снижаться. Это за очко престижа, то есть, 100, минус 10 максимум самого агрессивного решения. Не само агрессивное решение, минус 10 по отношению к стране, а наоборот, вы снижаете на минус 10 агрессивное решение, если у вас 100 престижа. Если за одну единицу минус 0,1 очко престиж. Дальше, минус 20, сам фактор агрессивного снижения, снижая этого, не повышая относительно страны. Тут и там, и там минусы, можно запутаться. В коде именно так прописано. Это если вы контролируете Курию, будучи католиком, сидящим престолом. Так вот, есть еще также влияние агрессивного расширения на конкретную страну. И вот эти факторы я вам сейчас озвучил. Плюс 50, это если страна не воюет, процентов имеется в виду. Если страна не воюет, то есть если вы объявили войну в стране, которая находилась в мире. Отсюда вывод, что меньше агрессивного расширения вы можете набрать, если атакуете воюющую страну. Дальше, плюс 50 процентов, та же религия, если вы определяете воду и иноверц, например, католику и так далее. Дальше, плюс 50 процентов, та же культура. Допустим, играя за... Е-мое. Играя за французов, мы объявляем войну в стране с французской культурой. Плюс 25 процентов, если это та же культурная группа. Например, играя за французов, мы объявляем войну нормандцам, да, или бритонцам. Дальше, 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 дальше. Плюс 25 процентов вы получите, если будет захват земель той же религии, что и владелец, но другой относительно завоевателей. Расшифрую. Предположим, ваша религия католичество и религия вашего противника, предположим, я не знаю, там, реформаторство, да. Вы захватываете землю, которая является реформаторской сама по себе, вот это здесь указано. То в таком случае вам еще будет на 2, плюс 25 процентов идти. Вот такой довольно интересный момент. Отсюда вывод, что проще захватывать провинции своей религии, особенно если эта религия не является религией той страны, с которой вы вовите. Пример, за Византию захватывать вот эти вот христианские земли у Турции, которая сама является мусульманской. Дальше, плюс 1 процент, это уже сам фактор добавляется, да. За, тоже плюс 1, там было плюс 25, тут плюс 1, за очко развития провинции при наступательной войне. То есть, если вы воюете, нападаете, да, плюс 1 процента за очко развития. То есть, при развитии равном 10, будет плюс 10. Дальше, минус 1 процент, то есть, это уже наоборот, как бы, снижает штраф в данном случае. Той же самой, при тех же условиях, при оборонительной войне. То есть, если вы забираете при оборонительной войне провинцию с развитием 10, то минус 10 агрессивных нарушений это будет вам давать. Дальше идем. 50 процентов, минус 50 процентов, это разная религия. То есть, если вы воюете с каким-то иноверцем, будучи христианом, можете чем мусульман, то это на 1-2, по сути дела, снижает ваше агрессивное нарушение. Не очень удобно, но не очень удобно объединять земли вашей же религии, как таковой, да. Дальше у нас с вами минус 10, это уже снижает модификатор, да, не процент, а просто минус 10, то есть, положительно. Это другой континент, то есть, вы воюете со стороны, которая находится на другом континенте. Там, Африка, там, или Америка, еще где-то, да, хрен знает где. Х 0,5 процента, это сокращение восстания, так, у вас, сейчас, это все. Х 0,5 для вашего вассала расширением. Х 0,5 это ополовинивает ваш эффект, то есть, вы получите ровно половину от всех очков по отношению к этому человеку, к вассалу, да. Ну, к примеру, у вас есть вассал, зовут его Вася, да, а есть противник ваш, зовут его Петя. Вот, если вы атакуете Петю, и есть рядом с Петей еще какой-нибудь Гриша, то Гриша, если получит минус 10 единиц агрессивного расширения, то ваш вассал получит, как мы его назвали, не важно, мы его назвали, Вася, да, то будет уже ему минус 5 единиц агрессивного расширения, а не 10. То есть, как бы уполовинивает это, если ваш вассал, зависим от вас субъекта. И х 0,75 это 3 четвертя, это я бы сказал бы, это дистанция. То есть, вы получите, допустим, человек получит не 10, а 7,5 агрессивного расширения, если он далеко от вас находится. Чем дальше страна от вас находится, агрессивного расширения все меньше и меньше и меньше, вплоть до того, что он даже не учитывается. Приведу простой пример, если мы тут будем по-дикому-дикому-дикому в Европе всех на лево-право хреначить, Ну, Китаю как-то будет похрену, скажем так, помягче слово подберем, да? Ну, соответственно, тем странам будет не похрену, если это те страны, которые прямо-то вот-вот с вами граничат, да? Вот что это непосредственно дает. Вот, собственно, все модификаторы, которые влияют на агрессивное расширение и все, что надо о нем знать, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Теперь давайте поговорим о самих коалициях. Ну, как я вам уже сказал, коалиции создаются с целью остановить кого-то с высоким агрессивным расширением. Четыре участника минимум, с которыми надо иметь хотя бы минус один отношение, а также минус 50 как минимум агрессивное расширение по отношению. А вас мнение такого, да? Какие особенности? Присоединяются в коалициях в следующих случаях. Если нет перемирия с целью, то есть, если даже у вас плюс тысяча, минус тысяча агрессивного расширения какой-то страны, с какой-то страной, то если у вас перемирие с ней, она не присоединится. Когда перемирие закончится, она присоединится. Но очень часто так бывает. Дальше. Второе. Не союзник и не субъект цели. То есть, та страна, которая хочет присоединиться к коалиции против вас, не должна быть с вами в союзе или не должна быть вашим субъектом. Очень хороший вариант заключить союз такой страной, если это возможно. Но, как правило, это невозможно. Тогда вы автоматически избежите ее включения в коалицию. Третье. Минус 50 агрессивного расширения цели. То есть, если у нее хоть 49 агрессивного расширения и минус 50, с минус 50 как раз активируется коалиции, то эта страна не присоединится, если будет даже 49 и 9. Дальше. Четвертое. Это конкурирующие или возмущенное отношение к цели. То есть, это должно быть либо возмущенное, вот эта красная молния, которая обозначает само агрессивное расширение, у нее отношение к вам, либо оно должно быть конкурирующее. Помните, щиток такой меч, да? У нас здесь пример, это, наверное, даже, наверное, и не приведем сейчас. У нас тут Англия хотя бы, да? Вот так вот конкурирующая. Есть другой тип отношений, то нет. Не присоединится. Дальше. И у нас идет... Это вот что? Какие условия для того, чтобы страна присоединилась к коалиции? Теперь давайте поговорим про то, про выход из калиции, да? Какие условия должны быть соблюдены, чтобы страна вышла из калиции против вас? Очень важный момент. Сможете так исключать других стран, которые воюют против вас, тем самым их ослабляя. Первое. Если у вас случилось перемирие. Ну, это следует из первого, это логично. Второе. Меньше 50 агрессивных решений. Тоже следует из первого, что если меньше 50 агрессивных решений, она выйдет из калиции. Если у вас перемирие случилось с этой стороны каким-то чудным образом, то она выйдет из-за против вас калиции тоже. Дальше третье. Плюс 50 мнение о вас или та же религиозная лига. Но это не всегда работает. Это довольно часто на том, что это сработает, но не всегда это работает, обращая ваше внимание. Я расшифрую. Плюс 50 мнение, это понятно. У вас должно быть здесь плюс 50 и выше. Чем выше, тем лучше, тем больше шансов, что выйдет. Религиозная лига это особое событие для Священной Римской Империи, когда появится ереси католичества. Тогда будет создано две лиги, католическая и протестантская. Если вы и тот, кто против вас состоит в калиции в одной лиге, в католической или протестантской, в таком случае вы как бы, ну как бы это вам сказать, они выйдут из вас против калиции. Тут все понятно, в принципе, и логично. Дальше. Если у вас война Мерени... Сейчас прочитаю. Императорская война. Это если, как вы знаете, император защищает членов Священной Римской Империи, то в таком случае, если он как бы будет вас защищать, то он не будет членом коалиции выпадать. Он деляется как своющая сторона отдельно, как вы это понимаете. Дальше. Если все члены слабеются или коалиции, она распадется сама по себе. То есть у вас Римская Империя восстановлена всех границах со всей своей армией, а против вас какие-нибудь тут княжества решили коалицию замутить, да? Она распадется, потому что они значительно слабее. Если конкретно один юнит слабее вас, он может покинуть коалицию. Но, как правило, они не покидают. Они покидают коалицию только в том случае, если все суммарно будут слабее, чем вы. Тогда коалиция, даже если будет высокое агрессивное решение, вы сможете их потихонечку ушатать один по одному. Дальше. Если прошло от двух до пяти лет, коалиция может развалиться сама по себе. Но это бывает очень редко, очень-очень-очень редко. Я даже так сказал, что в коде это указывается, на практике это не встречается. Тут, тем не менее, это имеет определенную логику. Иногда бывает такое, что член на коалиции, если их мнение агрессивное решение о вас минус 50, то есть там 49, там еще сколько-то, меньше 50, то в таком случае они могут сохранять коалицию и сохраняют. Но, как правило, если два или пять лет проходит у них, даже если они ниже этого значения, они, как правило, начинают выходить потихоньку, и коалиция сходит на нет. Дальше. Если меньше трех членов или агрессивное расширение для всех членов 0. То есть, если рано или поздно все дошло до того, что агрессивное расширение у всех членов коалиции, а у вас равно 0, то есть нет агрессивного расширения, в таком случае они свалят. Или же, если из коалиции в коалиции останется меньше трех членов, то есть 2 или 1. В таком случае коалиция тоже прекращает свое существование. Имейте это в виду. Кстати говоря, коалиции могут воспользоваться важным моментом, вступить в нее не только те, кто возмущен вашим поведением, но конкурирующие отношения у вас, конкуренты, тоже могут подсуетиться, для них будет хорошее подспорье. Тоже почему бы и нет, да? Так, теперь давайте поговорим об особенностях коалиции. Некоторых тут их немножко, по сути дела, и это будет у нас все. Так, особенности коалиции. Наступательная война коалиции, одна из двух казус Бели. Второе, это сокрушение революции, который чаще всего использует искусственный интеллект. То есть, сам по себе интеллект воюет с другими странами, и воюет часто, но это происходит даже реже, чем объявление войны коалиции. Если есть возможность, убедите вам войну с помощью коалиции, поверьте мне, он сразу же объедет в эту войну. Если чувствует себя вся коалиция суммарно сильнее вас. Второе такое, что он также часто используется, это сокрушение революции, если чувствует свою силу. Дальше. У нас с вами вот что. Не отказывается и автоматически вступают все члены коалиции. Если война началась, коалиционная, у вас будет не то, что началась коалиционная война, вступить, не вступить. Все члены автоматически, первом момент, наступают. Кстати, очень интересная особенность, даже нарушая все свои негативные последствия. То есть, если кто-то из них заключил генетический брак с вами, перемирие получил, но не успел выйти из коалиции. Такое, гипотетически, может встретиться. Ну, я не встречал такого. И прочее, прочее, прочее. То в таком случае они все равно объявят вам войну. И штрафы все равно получат. Это хоть как-то вас радовать может. Поэтому можете генетические браки кидать членам коалиции. Либо из коалиции могут выйти понизиться шанс, если вы все-таки протолкнете его. Либо они уж получат штрафы к стабильности, что ослабит их несколько. Дальше. Начальником главой коалиции считается та сторона. Коалиция может активироваться в двух случаях, как вы понимаете. Первый случай, если кто-то, хотя бы один член коалиции, хочет объявить вам войну и объявит. И в втором случае, если вы объявите войну хотя бы одному члену коалиции. Соответственно, в случае, если коалиция нападает на вас сама, то членом, то лидером коалиции считается тот, кто объявил вам войну. От лица всей коалиции. Остальные все подтягиваются. Если же вы объявили войну какому-то члену коалиции, то лидером войны считается он. Вот такое довольно простое и незамысловатое правило. Дальше. Во время коалиции вы не можете подписывать сепаратный мир. В некоторых случаях могут подрубаться другие члены, повоевать, которые не, допустим, союзники главы коалиции, но при этом сами в коалиции не состоят. С ними сепаратный мир возможен. А вот с самими членами коалиции сепаратный мир невозможен. И это очень плохо, это и дело смертоносное. Все коалиции смертоносные. Так-то казалось, если против тебя там 50, там 30, 20, неважно сколько ты мелких государств объединился, то вроде казалось, а, простой проходный марш. Идешь, одну проединиться, одну захватила, это уже их страна вся, все подписал. Мир вторую пошел, захватил, подписал. Третью захватил, подписал. Наоборот, даже такой буст, что вы можете тебе все земли заворачивать. А вот хлинушки, что мир вы сможете подписывать только тогда, когда в целом вся коалиция признает ваше превосходство, допустим. Ну или вы решите сдаться. Дальше интересный момент, что коалицию можно дробить. Да, вы не ослышались, это самый легкий способ ослабить коалицию. Потому что иногда можно поступить следующим волшебным образом. Предположим, против вас там 20, 10, неважно сколько немецких княжеств, мелких объединились в коалицию. И они находятся рядом, у них хорошие отношения, как правило, имеют союзы между собой. В таком случае, если вы объявите войну какому-то члену коалиции и всех остальных выберете с воюющими сторонами, то коалиция как бы присоединится к вам уже другой, вы сможете с ними сепаратный мир подписывать. А очень такой хитрый прием против вас, 10 членов коалиции, вы берете войну каждому, с воюющей стороной объединяете по парам, и вы как бы разбиваете коалицию на 3, 4, 5, 6 частей. И рекомендую тренироваться, поиспользовать. Вот этот бонус с союзами, как правило, работает в 3, но в других землях это тоже возможно, если есть союзы. Но это в основном больше от удачи, потому что тут все рядом, все компактненько. Дальше можно призывать обычных союзников в качестве защиты или атаки, если они пойдут за вас в коллекционных войнах. Именно если вы либо нападаете на коалицию своих, можете призывать союзников, или на вас напала коалиция, свои союзники за вас. Либо же, если вы от лица коалиция берете войну, по обмитных членов коалиции, вы можете призывать для обороны, для защиты своих обычных союзников. Но у них будет доступен сепаратный мир, как вы понимаете, сепаратный мир. Дальше распадается коалиция после войны, но если все условия по агрессивному решению не будут удовлетворены, то коалиция снова формируется. То есть у вас там агрессивное решение минус 100, вы там очень сильно постарались, потрудились. Калиция объявила вам войну, выиграла, не выиграла, не важно, она все. Закончилась война, подписали мир, проходит какое-то время, перемирие оканчивается, она снова против вас формируется и снова объявляет войну. У меня такое было, когда я за папку крайне агрессивно тут всех мочил налево и направо. И мне против меня коалиция сформировалась, я просто брал... Кстати, вот вам еще один совет, как можно откупиться, потому что часто коалиции хотят ваших земель. А если вы их не хотите отдавать, есть такой довольно интересный способ, но он опасный, если правильно использовать, еще можно как-то нивелировать последствия. Берете себе дохрена долгов, особенно если у вас экономика сильная, да, или монеты печатаете, и предлагаете им дохрена денег, там 2, 3, 4 тысячи. Они соглашаются, и вы получаете перемирие на 10 лет, пока эта коалиция не успокоится. Потом еще раз, еще раз, еще раз, за это время главное восстановить экономику и, наоборот, в плюс выходить. Тогда постепенно вы сможете убрать коалицию без каких-то потерь земель и прочего-прочего. Вот, собственно говоря, все, что и надо знать о коалиции. А, ну, коалиции, если что, будет кнопкой здесь, в союзах образовать коалицию против них, у вас должно быть агрессивно, что они минус 50, о них, да, и выйти из коалиции здесь. Это, по-моему, дипломаты не требуют. Ну, вот, собственно говоря, что и надо знать о коалициях, как таковых в этой игре. Мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Ну что, на связи был МК Баски, и мы заканчиваем. Сегодня мы с вами рассматривали коалиции, поговорили об агрессивном расширении, что его повышают, что его понижают, какие модификаторы есть. И на что он влияет, поговорили с вами о коалициях, о том, как их формировать, как их избегать, и как их использовать, как их дробить, самое главное, в конце концов, да. Ну что, мои друзья, на связи был МК Баски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео, нашим с вами старым добровым консервативным каналам. Всем пока!